Этого мастера называют Гродненским Фаберже. Сергей Микошин создает уникальные фигурки из полудрагоценных камней. К слову, этим мастерством в совершенстве в мире владеют лишь немногие. Наш земляк тоже осваивал его долгие годы и достоин и достиг высокого уровня. Узнать больше об искусстве камнерезки и увидеть эти работы предлагаем вам прямо сейчас. А в студию к нам присоединился талантливый гродненский мастер-камнерез, который делает фигурки из драгоценных камней. Ну, полудрагоценных, если бы более быть точным. Сергей Микошин. Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Расскажите о вашем ремесле. В чем его особенность и сложность? В двух словах, конечно, не скажешь. Потому что основное, что можно сказать об этом ремесле, это именно ремесло. Потому что, как бы сказать, художник камнерез, это громко сказано, он должен творить, он должен, понимаете, создавать изначально какую-то, нести мысль, творческую, самовыражение или отвечать каким-то веяниям эпохи, времени. Ну, немножко можно углубиться в историю, кто такие камнерезы вообще были. По большому счету, самая основная эта школа – это китайские камнерезы. Китайские камнерезы. Ну, и в Древнем Египте, вы знаете, находились, будем говорить, и фигурки, и животных, и того же, будем говорить, и Скоробея. Так же и с камня сделаны. Да, они в основном там шла очень бирюза. Энергетика камня привлекала, в первую очередь, людей. Его непосредственная красота, этого камня. Вспомните, будем говорить, уральские мотивы Бажоа, когда он там делал этот цветок. Тоже интересно уже, понимаете. Хотя, честно говоря, я в детстве, даже глядя этот фильм, посмотрел. Вы помните, когда хозяйка Медной горы показала свой цветок. А потом он сделал свой. Ну, конечно, небо и земля. Он такой блеклый, невыразительный. Но сделан был из яшмы, насколько я сейчас уже вспоминаю. А его, будем говорить, невеста, когда он уже находился в гротах этой хозяйки Медной горы, она занималась маленькие бляшки, изготавливала. И вручную. Степень обработки камня в те времена была, конечно, очень сложная. Применялись различные извести, применялись песочек, абразивы, травы даже. Для полировки камня, для доведения его до, не скажу зеркального, потому что довести, как у меня, например, или у моих коллег, сейчас современных мастеров, до зеркального блеска камень, очень было сложно. Приведу один такой интересный пример. Это, значит, гемолог, рошегеолог Ферсман, путешествуя по Монголии, он как-то зашел в юрту и увидел, как старик изготавливает нефритовую вазу. Он говорит, очень красивая ваза у вас получается. А сколько вам еще, когда вы закончите ее? Он говорит, закончит мой, может быть, сын или внук. А начинал мой дед или прадед. Понимаете? То есть нефрит, он... Очень сложный. Он сложный, да. Ну, если уже, как говорится, обратиться в гемологию, то нефрит, по большому счету, он, как бы сказать, структура его неорганическая, она волокнистая. Вот, например, как мы пальцы сложим, понимаете, то есть чередуется мягкий и твердый материал. Вот. В отличие от кварцевой группы, которая кварцевая группа, это фактически камни, все кварцы. Вот у нас в Беларуси здесь не полируется ни один камень до блеска зеркального. Ни гранит, ни мраморы. Вот. Это все кварцевые группы, которые можно довести до слегка матового блеска, но не более. Вот. Из того, что можно довести здесь, это только один кремний черного цвета, хотя я вот работал и с архагенским кремнем, он такого серого, серого, потом желтоватого цвета, очень интересные оттенки. Ну, что можно сказать еще о камне? Ну, вот с каким камнем вам нравится работать, Сергей? Нравится работать? Тот, что полегче режется. Потому что камень очень сложный. Иногда, поверите мне, у меня были случаи, практически дослег зародило. Вот. Когда работал, делал маленькую с кремния архангельского предмет, значит, кошечку с клубком. Вот. Когда большим инструментом обратываешь, степень обработки камня, знаете, сначала берешь большой булыжник, ну, в зависимости от того, какой приобретается. Разрезаешь его, смотришь, как говорится, структуру, как подбираешь. Вот. Затем уже, как бы, начинаешь работать. Чем дальше уходишь в мелкий инструмент, то есть вплоть до стоматологического, то сложнее уже. То есть уже степень, понимаете, даже диаметр этого абразивного круга, он меньше. Возьмите, там, 10 сантиметров, 20 сантиметров. Обработка вот этого, как говорится, предмета, он, естественно, обрезает. И когда вы дошли до определенного, то есть, как говорится, как мы называем, обдирка, начинаете работать мелким инструментом. То есть уже какие-то детализации, да? И здесь вот этот стоматологический, он, как мы говорим, улетает очень быстро, слетает. А, сами понимаете, стоимостью в очередь на нынешний. Я вот работал с казанским инструментом, вот он немножко подешевле. А если взять бельгийский, японский, немецкий инструмент, там одна головка стоимостью в пару долларов. Ну, что можно сказать еще по камням? Скажите о ваших работах. Давайте начнем вот с этого слоника. Такая красота у нас на столике. И особенно вот слоник привлекает внимание, из чего он сделан. Ну, сразу же, как бы сказать, забегу вперед. Скажу так. Работать с драгметаллами у нас запрещено. Это нужно иметь лицензию специальную, это нужно, как бы сказать, ювелиры. В той же России там немножечко, как бы, тоже берут, будем говорить, патенты. Вот. Поэтому все, что на моих изделиях изготавливается ювелирного плана или вставка камней, это делается только с разрешения уже пробиранной палаты и, будем говорить, в России. Они, значит, там уже я отдаю, и он, как мы называем эти камней резы, одевает эту фигуру. Но непосредственно я работаю, и хотелось бы работать, вот в свое время я работал, и здесь я искал тоже ювелиров, которые бы мне, понимаете, в сотрудничестве. Когда я создаю какое-то произведение, в данном случае предмет, хотелось бы, банальный пример, захотелось сделать Скорпиона. Понимаете, некоторый камень очень хрупкий. И вот эти вот чли, он членистоногий, и вот эти клешни для соединения, он просто поломается. Для соединения требуется, будем говорить, металл. И вот здесь, как бы сказать, мне нужно работать уже с ювелиром. Не каждый ювелир понимает, как насадить, как посадить камень. Возьмите те же цветочки, например, понимаете. Каждый пестик, каждый этот, это нужно сделать веточку, проработать детали очень скрупулезно. Понимаете, на тычинки посадить. Вот каждый листочек, вот я вот сейчас обращу внимание, вот видите ли листочек, нефритовый листочек. Здесь отверстие делается сверлом от 0,2 мм до 1,2 мм. Это максимум. Здесь в данном случае где-то 0,2 мм сверло. Вот сюда он должен сштифт. И они будут, эти листочки, посажены на веточку. В дальнейшем эта веточка серебряная он делает. Это все ювелир делает. Я делаю только камнерезную работу. Я хотел-ка некоторое время тому назад, может быть, и чую ювелирное освоить дело. Но, вы знаете, во-первых, и оборудование нужно многое. И распыляться, это как в свое время в реставрации. У меня была тогда вот дилемма, когда я уже заболел этим камнерезным делом. Когда я работал в Петербурге в реставрационной мастерской, чисто случайно появилось объявление. А было, я вам расскажу, это было вообще, ну, как говорят, Господь нас ведет. Мы с женой приехали к ее дяде, в Старый Петергоф. Дядя уехал сам, он геолог, и он уехал в Германию жить на постоянном месте жительства. Осталась квартира, и мы там немного проживали. И вот там я увидел, и впервые познакомился с трудами ферстмана, и будем говорить, этими камнями, немножечко, как бы сказать, приобщился. А потом уже, естественно, хочешь, как бы сказать, где-то двигаться. Творческий человек, хочется всяким заняться. Да, хочется попробовать это выбор. Я и резал, я и чеканку какую-то сделал, там еще что-либо, там ковкой, может быть, только не занимался. Вот, здесь когда-то работал, интерьерами занимался. Вот, и позвонил по телефону, там камнерез, написано камнерез, не памятники. Вот, приехал, прообщался, показал свои некоторые работы с деревом, и говорит, ну, да что там, приступайте к работе, у вас все прекрасно это. Я говорю, да, ну, вот, пластику, вы чувствуете пластику, все, пожалуйста. Я говорю, да, я чувствую пластику, но я не работал с камнем. Материал другой, понимаете. Одно дело лепить, понимаете. Даже человек, который... У нас даже на выставках, вот, в Питере есть выставки такие, как «Мир камня», но сейчас она немножко, как бы сказать, в разозбвении, немножко потеряла свой, как бы, такой творческий статус, что ли. Там больше такая, простите за выражение, барахолка стала. Медом торгует, там, всякими вышиванками, там, еще что ли. Ну, немножко есть камень, там, породы. Вот. А это Питер-ювелир. Вот. Ну, и в Москве это идущие. Так вот, на этом Питер и ювелир, в данном случае, там выставляются вот эти вот работы. Вот. И что, значит, я тоже прижал, стал посещать эти выставки, знакомиться. Вот. Ну, я не решился. Я не решился вот работать, и, честно говоря, отказался. Вот. И еще год штудировал литературу, уже покупал материал на выставке. На выставке там тоже есть люди, которые приводят, просто сырье продают. Вот как у нас здесь вот приезжает молодой человек там, вот, раньше, дворца текстильщиков здесь я видел. Сейчас вот он тоже, они, значит, презентуют камнерезные изделия. Точно так же и там. Вот. И только через год я пришел вновь к ним и стал работать. Конечно, в финансовом плане я потерял, потому что заработки у меня в реставрации были гораздо выше. Здесь я, конечно, упал, как бы сказать, на самый низ. Вот. И такой вот предмет примерно я делал, вот такой вот, например. Это... Зайк. Да, это зайчик. Пухликий зайчик. Да. Зайчик – это моховый агат. Это, можно сказать, в воспоминаниях о Фаберже. Многие из работы предварительные мы делали, повторяли Фаберже. Возрождение камнерезного в России началось где-то в конце 90-х годов. Вот, если помните, это Антон Ананев, Ананов, потому что есть Ананев, Ананов, вот, Коноваленко был, такой вот, знаменитый камнерез. Вот, они стали возрождать. Вот, хотя, ведь, если вспомнить, это была гранильная старая петербургская школа, и Екатеринбургская школа камнерезного искусства, и Петербургская. И вот в Старом Петергофе, кстати, было там на этих площадях, они уже там в запустении, напротив часового завода. Там еще остались развалины старых, вот, мастерскок гранильных, которые занимались именно вот постаменты, вот, тоже набережную Невы и прилегающих там фонтанки, тоже канал Грибоеда. Как создается предмет, вот, делаю, как бы сказать, леплю сначала с пластилина или же с глины. Вот она, как бы, предмет, который я хочу в ближайшее время изготовить. Вот, это так называемый, как я называю, мужичок, парильщик, банщик, такой русский мотив, да, вот, он сидит в бочке, здесь у него веник, вот, завернутый в простыню. Бочку я уже сделал. Новое прочтение, извините. Да. Ювелир сделал мне, как бы, вот этот металл. Вот она будет таким образом располагаться. Сама фигура будет внутри. Еще я буду делать... А из чего, простите, сделано? да, бочка. Бочка – это самшит или так называемое окаменелое дерево, которое мы миллионы лет пролежавшие в земле, вот, нарезал на пластинки. Оно в некоторых кусках, где-то больше. Подобрать именно. Оно есть от такого светлого оттенка до коричневого. Вот. Так называемый самшит. Хорошо. Что здесь еще мы видим? Расскажите. Здесь мы видим, что? Мы видим здесь носорожек, опять-таки, тоже в стиле фаберже. Это ситцевая яшма, сердоликовые у него рога. Как красивый цвет получил самшит. И гранатовые глазки. Вот. Проработка низа, потому что некоторые предметы ставятся на подставки. Тогда он не обязательно прорабатывать, или, как бы сказать, он крепится. Но некоторые коллекционеры и желают именно непосредственно без подставки. Это их в корне пожелания их конкретные. Что касательно слона. Ну, слон. Слон здесь присутствует несколько материалов. Это белый нефрит, с которым любят работать китайцы. Или так называемый слегка медовый нефрит. Глаза у него сердолик. Значит, там еще зрачки есть маленькие. Кахолонг. Непрозрачная форма опала. Зеленый нефрит. Обсидиан. Ну, и серебро. А сколько времени понадобилось для того, чтобы сделать то, что мы сейчас видим? Ну, все зависит, понимаете. Если работоспособности человека. Завтра ты заболел, приболел. Или, там, говорится, желания нет. Луна плохо светит. Или еще что-либо. Еще, конечно же, недомогание. Конечно, сейчас, как у нас ребята говорили, работать дома – это неблагодарное дело. Когда ты работаешь в коллективе, там, как бы сказать, самая атмосфера создает. что она просто по собственной деятельности. Нет времени расслабляться, пойти, там, кофе выпить. А здесь зашел домой перекусить. У меня мастерская, я думаю. Зашел, как говорится, в подвале, там, я себе оборудовал место. Зашел перекусить, сел в компьютер, покопался там где-то, что-то поискал. Я понял. Но если исключить все вот эти, скажем так, когда вы отвлекались, вот, и сложить вот время, когда вы работали над ним, сколько это? Неделя, месяц? Ну, это в работе, это месяца полтора. Полтора месяца. Да, за исключением. Работа так просто не делается. Это в том случае, если еще, будем говорить, вот, например, на эту работу, вот, представьте себе, как она выполняется. Ну, я, как правило, еще некоторые параллельно делаю ваши работы. Вот у меня сейчас в работе женщина-кошка. Вот. Да. Хотелось бы посмотреть на женщину-кошку. Да, сделал, как бы сказать, прекрасную, как бы сказать, обнаженную фигуру. Вот, в тонкой, можно сказать, сиспадающей на ней ткани. Вот. Но я при этом размышлял. К Минск, с ребятами тоже заехал, к юлером, и спрашиваю, что я хотел, или женщину-волчицу сделать, голому волка, или же женщину-кошку. Он говорит, я бы, наверное, женщину-кошку. И тут у меня снова стал вопрос, что сделать просто кошку, такую, знаете ли, вот, типа, ну, не женщину-вампа, ну, с какой-то интригой, или же по пути египетской мифологии, пойти. Вот здесь, опять-таки, если бы это был заказ непосредственно, то заказчику я под него и работал бы. Здесь у меня фантазийная моя, и тут сразу задаешь себе вопрос, я захочу ее продать. А любителей египетской мифологии не так уж много. Сразу сужается круг. Целевая аудитория немножко нравится. Да, целевая. Поэтому я решил, я думаю, буду делать, ну, как бы, ну, там будет еще, по ней, она будет такая фантазийная, как не просто кошка, а я вот собираюсь здесь какие-то узоры сделать, будем говорить, такая вот стилизованная. Вот. Высокая фигура, где-то порядка 18-20 мм. И тоже, опять-таки, низ, вот сейчас вот размышляю, что сделать с низом. Или ее, кажется, в траву, или ее какие-то в растительность, или просто печать сделать. Но печать высокая, я не знаю, как бы сказать. Это вот, видите, вот так она формируется. Так вот. А вот, Сергей, спасибо, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Вы столько всего знаете о камнях, так интересно рассказываете, и такие у вас работы замечательные. Их можно разглядывать бесконечно, и действительно высокое искусство. Вот мы желаем вам, чтобы вдохновение вас не покидало и дальше в этом деле, и успехов. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.